друзья мы счастливы вас пресса из недр главного магазина сети компании сплав который расположен в городе москва ульса кечерская 16 и мы сегодня с бессменным моим напарником кириллом будем разбирать тактические джинсы я почему улыбаюсь потому что я уже сейчас предвижу бурление бурли назначено я вот я уже улыбаюсь тактические джинсы наверное начнем с того что прежде чем мы будем разбирать конструктивно конкретную модель мы давай наверное вот это явление не явление так чечность применительно к джинсам но немного рассмотрим давай рассмотрим было более понятно я сейчас выскажу свое мнение я просто глубоко вопросом занимался потому что разолбали а потом ты свое друзья смысл какой все просто на самом деле вот это все тактическое тактикульный прочее 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 надо понимать не мы это морда начальники не мы это придумали это к нам пришло но скорее всего я думаю что учитывая как использовать как умеют как работают маркетологи как умеют люди зарабатывать деньги пришло это сша наверняка я думаю пришло это сша вы это явление возможно тактикульности пришло сша смысл чем если мы сейчас не говорим про военную науку которая описывает и занимается действиями и взаимодействием войск тактика наука тактику убираемую сторону а говорим про вещи про вот непосредственно предмет экипировки тактические так все тактическое это значит все не военное понятие то есть военное все это милитари все не военное это тактика фил панс комбат по это все военные брюки понимаете а есть тактика лпан это значит они как бы вот как военный но не военные они никогда не были на снабжении официально вооруженных сил все теперь появилось слово тактика в это значит а коммерческой здесь его могут использовать службы безопасности его могут использовать полицейские могут использовать там какие-то там экстренные службы его могут даже военные носить на каких-то когда по гражданке действует но данный элемент экипировки не в как сказать не поставляется вооруженной силы согласно перечень утвержденной экипировки все вот так это все касается тактических сумочек тактических ручек тактических ножей тактических сумочек под тактические ножи тактических фонариков то есть фонарик который поставляется вооруженной силы чтобы вешать на автомат он будет называться каким-нибудь военным. У него будет специально название. Тактические расчески и так далее. Вот все, что не военное, это будет тактическое. Тактические ремни и прочее. Но мы про джинсы сегодня, друзья. Джинсы это брюки, так или иначе. Тактические брюки я затронул. Возникла необходимость, чтобы определенной службы действовали под прикрытием, по гражданке не демаскировали, используя военные образцы экипировки. А почему не используя военные образцы? Потому что военная одежда, она довольно удобная сама по себе. Она позволяет, она имеет расширенную эргономику, удобные карманы для того, чтобы разместить там много снаряжения, так да, так да, так да. Но им нельзя было использовать. И, соответственно, появились тактические брюки. То есть они были близки по эргономике к военным. У них были разные тоже карманы, но при этом они не бросались в глаза в первую очередь за счет своей расцветки. Они были более гражданской расцветкой. Все наверняка знакомы с тактическими брюками. Но прошло очень немного времени, и тактические брюки стали не маскировать, а демаскировать носителей. Потому что достаточно было посмотреть на чувака в брюках с карманами в однотонной расцветке, чтобы понять, он хуже еще военного. Потому что он какой-то очень опасный военный. Очень опасный. И, соответственно, возникла необходимость еще более замаскироваться. И я думаю, что в ответ на это появились как раз джинсы, которые выглядели ну совсем как джинсы. Не отличимо вообще от джинсов, от обычных. Но при этом имели в первую очередь расширенную эргономику. То есть они позволяли в них, давали такую свободу движения, которую обычные джинсы не дают. И во-вторых, они имели строение, не строение, а конструкцию карманов и количество карманов, которые позволяли в них разместить чуть больше, чем в обычных джинсах. Потому что в обычных джинсах карманы, назовем вещи с именами, не сильно удобные. Много туда не положишь. В классике, да. Да, да, много туда не положишь. Вот, собственно, и все. Поэтому не надо по поводу этого бурлить. То есть тактические джинсы, это джинсы, которые в сравнении с обычными, позволяют более свободно в них двигаться, обеспечить весь спектр движений, позволяют больше разместить в карманах элементов пяти перу. Александр, соглашусь с тобой практически во всем. То есть, опять же, повторяюсь, нелюбимые многими словами тактические, применимые именно к джинсам, которые действительно позволяют проще и лучше двигаться. То есть, если вы привыкли в своей повседневной жизни носить джинсы, у них крой довольно-таки ограничивающий движение. В той конструкции, которую сделали мы, присутствуют ластовицы. Вот эта вот часть, в паху, скажем так, да, она позволяет этой конструкции работать на ваших ногах свободнее и легче. Важный момент, важный момент. И при этом они не широкие. То есть, грубо говоря, мы можем как добиться свободы движения? Мы можем взять просто брюки и сделать широкие. Ну, как классический тактикал пенс, они обычно, вот, мешочек такой. Мы можем сделать просто широкие брюки, очень широкие, да. И за счет вот этой ширины, как в Москалатах брюки сделаны. И за счет вот этой ширины мы добиваемся свободы движения. Здесь все не так, друзья. Эти джинсы, они реально имеют прямой крой. Они не заужены, они имеют прямой крой, прямой, не широкий. И при этом они обеспечивают любые движения, которые для вас актуально. Ну, я не знаю, в них можно и сальтуки делать, я просто не умею. А так любые движения, они не ограничивают движения никак, никаким образом никакие. То есть, в них вы можете выглядеть как человек, но при этом двигаться как не человек, короче. Понятно, да? Вот как-то так. Плюс свободу движений добавляет ткань, используемая в этих джинсах. Это не классический хлопок, это смесовка. То есть, примерно 70% хлопка, остальное все полиэстер и чуть-чуть спандекса для того, чтобы у вас эластичность была во всех направлениях. Ну, я вот хочу сказать по поводу спандекса. Его, несмотря на то, что его чуть-чуть... А его хватает в таком количестве. Он очень, очень, вот это чуть-чуть, она прямо, прям вот конкретно чуть-чуть вот это дает эластичность и прям очень много, кроме шуток. Важно еще, что по поводу вот них сказать. Многие очень, ну, я забегаю вперед, но, потому что мы потом забудем. Люди очень переживают за износостойкость. То есть, люди любят носить джинсы, но у них у многих проблема, протираются с внутренней стороны бедра. Особенно, если у человека крепкие ноги, ну, бедра развиты, бедра плотно. Это, у меня эта проблема, я тоже с ней сталкивался много лет, протирается внутренняя часть. Это не зависит никак от качества джинсов. Это от супер брендов, которые стоят бешеные деньги, они протираются точно так же. Но, но, как сейчас сказал Кирилл, в этих джинсах ткань смесовая используется. И здесь в ней в состав добавлен полиэстер. Да. Полиэстер, всегда введенный к хлопку, увеличивает износостойкость изделия. Всегда. То есть, рассчитывать на то, что эти джинсы даже на развитых бедрах будут ходить, носиться дольше, стоит однозначно. То есть, еще раз говорю, что вся современная боевая униформа, она шьется из смесовой ткани. Если не горючку не брать, не горючку, а если, да, у тебя и 100%, и 100% синтетики чаще всего делается. Не зачастую. Просто обработаны специально. А если мы берем просто вот там филспанс, они всегда смесовка 50 на 50, как правило. Именно потому 50 на 50 добавляет 50% искусственных волокон для того, чтобы повысить износостойкость. И, соответственно, можно рассчитывать, что эти джинсы в поездно-состойкость именно от протирания будут выше. Что ты здесь выделил из конструктивных особенностей? Плюс, ну, кроме как бы самого курория, позволяющего свободно двигаться, конструктивная особенность небольшая, но тем не менее важная. Вот эта вот замечательная пуговичка, она построена по типу канадской. То есть она не пришита на ножки, она на тесьме. Это позволяет, как бы, сделать ее более плоской. То есть при ношении каких-то разгрузочных поясов, либо снаряжения на поясе, который у вас продет джинсы, она меньше давит вам на живот. С какого меньше? Ну, плюс, конечно же, всеми знакомые накладки на карманах, которые не позволяют, скажем так, клипсам ножей или фонарей, которые вытаскаете, протирать или тактических ручек, протирать края карманов. И набедренных два врезных кармашка, которые также помогают носить всяческие острые и неострые предметы, на которых есть клипсы. Либо размещать дополнительные магазины под пистолеты, скажем так. Либо таскать здесь телефон. Здесь, правда, телефон здоровенный, но вполне нормально носится. Это как бы основные особенности. Если мы возьмем, я просто большой, как сказать, я не знаю, не знаток, но я прям глубоко в теме тактических джинсов, потому что у меня есть все. То есть, у меня есть все тактические джинсы, которые у нас представлены на рынке, а в основные модели. То есть, у меня есть УТП в Denim от Helicon, которыми я вообще джинсами не считаю, потому что они из вот этих карманов лопухов, но они это заблудившиеся военных в синих штанах я называю. У меня есть УТП Denim от Helicon, у меня есть Greymon Tactical джинсы от Helicon, у меня есть K10 от группы 99, у меня есть Flex джинсы от 519, естественно. И вот, соответственно, у меня есть сплав. Я могу сказать, что по сравнению с этими моделями, сплав по эргономике не проигрывает вообще ничего. По эргономике я думал, что самые удобные джинсы, самые удобные джинсы, это Pentagon. Не Pentagon, не Pentagon, Helicon, Helicon, Greymon Tactical джинсы, самый удобный. Сплав не уступает вообще по эргономике, вообще ни в чем не уступает. Спасибо. Вот, да, это объективно, потому что у меня все есть. Я почему-то говорю, что ты почему-то откуда-то так можешь так говорить. Ну, я так могу говорить, потому что у меня есть все. У меня есть 5 моделей, я могу устроить по эргономике ни в чем. Единственный момент, что у них, у всех перечисленных мной моделей, есть дополнительные карманы. Я здесь не буду нехорошими словами говорить. Знаете, значит, вот есть задние карманы, а у тех джинс, у них у всех есть еще надзадние карманы. Здесь вот вы отказались от этих карманов по каким-то причинам, в общем, их здесь нет. То есть, я для себя сделал вывод какой, что вот эти джинсы, сплав, учитывая их цену, а у них весьма демократичная, доступная цена. Мы старались. Учитывая их удобство, стоит позиционировать как просто удобные джинсы для всех. Кому не надо, как, знаешь, я когда говорю про Греймон Tactical джинсы, я говорю, можно разместить 4 магазина КК, а там реально 4 магазина КК. Что за дурак будет носить 4 магазина КК в джинсах? Окей, здесь нет карманов. Пожалуйста. А где мне носить магазины КК? А это извечный вопрос. Когда есть, не нужно, а когда нет, сразу понадобилось. На что еще я бы обратил внимание, друзья? Обратите внимание, шлевки. Здесь вот есть дополнительные, скажем так. Они более частые, чем на классических джинсах. Более частые, чем на классических джинсах. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы, если зацепили Кобру классически на... Скажем так, нет, на поезд, понятно, я на часы имею в виду. На 3 часа, получается, если вы зацепили классически на 3 часа, то, соответственно, вот эти шлевки не будут позволять креплению Кобуры. Но сейчас практически все Кобуры, они имеют быстро, скажем так, монтированный на поезд интерфейс с двумя такими скобами. И вот эти скобы, соответственно, они будут ходить или не будут ходить вообще, или будут ходить в очень маленьком диапазоне. То есть, у вас Кобура будет позиционирована относительно того места, на которую вы ее прицепили. Это важно. Что еще я хочу сказать? После того, как я выложил по ним текстовый обзор, мне люди написали, что шлевки узковаты. И что туда не лезет. То есть, сюда лезет любой брючный ремень, нормальный брючный ремень. До 45 сантиметров. Миллиметров. Миллиметров, прошу прощения. Любой брючный ремень сюда лезет. Но многие, я знаю, они уже любят, им полюбился ремень Флекс. Значит, многие говорят, что Флекс сюда не лезет. Друзья, вот я сейчас стою в джинсах сплав, и у меня ремень Флекс. И Флекс сюда лезет. Поэтому суйте. И он, все будет хорошо. Значит, я, в свою очередь, могу, месяц я их ношу уже. Везде я уже был. Я в РУС уже в них летал. И постоянно в городскую. Только их нашел. Специально только них. Смысл какой? По эргономике вопросов нет. По карманам. Но у меня лично вопросов нет. Но мне не надо магазин носить. Потому что у меня здесь кому-то надо, кому-то не надо. Ни с кем спорить не буду. По карманам нет. Вопрос единственный, какой всегда остается к новой вещи, которая недавно появилась в продаже. Всегда остается вопрос износостойкости. Но, друзья, пока этот вопрос, на него пока ответить нельзя. То есть, ну вот, буду смотреть. Касаемо того, красятся они или не красятся, еще, честно говоря, ни разу не стирал. Там предварительное смягчение ткани было, поэтому красятся они будут вряд ли. Вот. Все. Ноги от них, у кого-то там было с какими-то джинсами, я не помню, кто-то я от кого-то читал, у нее там покрасились ноги. Но не про сплавку. Здесь такого не было. Вот я, у меня пока не красились ни разу. То есть, ничего по этому поводу, никаких проблем не возникало. Поэтому я могу данные джинсы рекомендовать тем, кто ищет себе просто удобные джинсы. Кто не собирается в них носить боеприпасов на 3 часа скоротечного боя. Вот. Если вот кто не собирает, то просто нужны удобные джинсы и недорогие. Это сейчас это важно. Они реально недорогие. Вы вот в русле цены здесь удержались хорошо. Не стараюсь. Хорошая цена, хорошая цена. Как бы рекомендую, однозначно. Вот рекомендую. Сам ношу и рекомендую вам. Чуть самое главное не забыл. Миллиард вопросов, где купить. Ну понятно, что в магазинах компания сплав. Они сплав, однозначно. Нет, это понятно. Говорят, люди приходят и нет. Что им делать? В интернете в магазине? В данный прямо сейчас момент такого не может быть. Они есть в наличии. Они есть в наличии. Если нет магазина сплав в городе, ну у нас есть интернет-магазин. Очень важный, очень важный момент. Очень важный момент. Соответственно размеру. Вы, вероятно, привыкли к тому, что вы покупаете джинсы. Джинсы в основном всегда это вражеские, ну иностранные. Ну да, которые в дюймах. Да. У них там идет 32-32. Ну я, например, нашу 32-32. У них там через 2 идут. 32-34. У них там через 1 идут. У них там через 1 идут. Цифры. Первое. Размер. 48-52. Следующее. Это рост. 176-176. Или 176-182. Ну понятно, да? Да, 176-182. То есть, соответственно, это рост и размер, и рост. То есть, здесь российская линейка подбора размеров. Поэтому на нее и ориентируйтесь. На российскую линейку подбора размеров. Просто он мне написал человеку, что там за непонятные размеры, как там найти? Ну, как бы... Ну, в данной конструкции, как бы, колдовать с дюймами, которые все равно не совпадут с сантиметрами, ну, нет никакого смысла. Ну, российский производитель. Да. Российский указал российский размерный ряд на своем изделии. Почему нет? Почему это вызывает вопрос? Непонятно. Спасибо большое, Кирилл. Друзья, еще раз повторяю, рекомендую. Экипируйтесь грамотно. Добрый бой с вами силой. Пока. Пока.